Рейдовые мероприятия начинаются с утра. Именно на это время приходится большее количество нарушений правил на воде. Уже после нескольких минут патрулирования в поле зрения сотрудников ГИМС попадает водный катамаран, на котором взрослые с маленькими детьми и все без спасательных жилетов. Это нарушение. Одинте, одинте жилеты. Давай, одевайте. Спустя несколько минут инспекторы замечают в море гидроцикл, водитель которого явно избегает встречи с представителями закона. По правилам категорически запрещено буксировать надувной аттракцион таким видом технического средства. Нарушителя задерживают и оформляют протокол. Катер инспекции по маломерным судам позволяет догнать даже самые быстроходные плавсредства. Нарушители от нас не уходят, потому что знают, что мы всегда фиксируем нарушения на видео. Поэтому скрываться нет смысла. Двигатели на наших плавсредствах достаточно мощные. Патрулирование продолжается вдоль пляжной территории Пионерского проспекта. И вновь водный аттракцион, который буксирует гидроциклом. Здесь нарушители даже не успели выйти в море. Протоколы инспекторы составляют на берегу. Пока оформляют документы, еще один сотрудник проводит для детей из соседнего пансионата инструктаж о правилах поведения на воде. Несмотря на то, что ребята находятся под присмотром инструкторов, малыши должны знать, как обезопасить себя во время купания. Один из самых таких опасных моментов, тоже хочу вам рассказать, это когда вы стоите примерно по пояс в воде, ничего не ожидаете, а кто-то поднырнет к вам и идет сзади за ноги. Если вы в этот момент вдыхали воздух, то вместе с воздухом в легкие может попасть вода. Практически всех владельцев судов инспекторы знают в лицо. Но если в акватории появляются новички, знакомства не избежать. Основное внимание обращаем на то, чтобы все были спасательные жилеты и не было превышения норм пассажировместимости. Также при остановке маломерного судна мы требуем предъявить документы, которые должны быть на руках у каждого судоводителя на маломерном средстве. Это удостоверение на право управления маломерным судном, это судовой билет или копия, заверенная в основном порядке, и доверенность на право управления этим судном. В данный момент зарегистрировано и допущено к эксплуатации 10 стационарных баз маломерных судов, на которых числится порядка 2000 плавсредств. Как отмечают в ГИМС, в этом году их количество увеличилось практически в два раза. Но нарушений стало намного меньше. С начала курортного сезона составлено всего 60 протоколов о нарушениях. В этом году по сравнению с прошлым и подопрошлым годом количество нарушений уменьшилось примерно в два раза. Здесь две объективные причины. Первая объективная причина это резкое увеличение в соответствии с КОАПом штрафных санкций по теме нарушений. Если за какие-то нарушения были штрафы 100-500 рублей, то они сейчас стали 10 тысяч, 20 тысяч рублей. Поэтому такие существенные штрафные санкции. Второе. Это добросовестное исполнение обязанностей собственниками судов и судоводителями. В этом году такие нарушения, как перегруз, когда количество людей на борту значительно выше, практически отсутствует. Сегодня работа в морской акватории длилась более четырех часов. Уже в разгар рабочего дня на море усилилось волнение. От синоптиков пришло предупреждение о надвигающемся шторме. В такую погоду вводят запрет на использование малоберных судов. Было принято решение о возвращении на базу. Вторую половину рабочего дня сотрудники ГИМСА проведут в пешем патрулировании закрепленных пляжных территорий.